Казалось бы, обычный день. Садишься в машину, всё как всегда. И вдруг, как гром среди ясного неба появляется она. Девушки отдыхают. Ох, сестра по разуму, ну не в упаковке же. Наверное, у себя там они совсем другое едят. Если вообще они что-то едят. Так и хочется сказать, не тормозись, не кирсни. Эх, всему придётся её учить. Ладно, надо девушку накормить чем-то нормальным. Ну, хотя бы бы быстрой лапшой. Жди здесь, я мигом. Но и это блюдо вызывает недоумение. Как и всё остальное вокруг. Даже туалетная бумага. Кажется, она изобрела свой собственный метод поедания лапши. О нет, зачем ты наматываешь её на расчёску? Есть уже столовые приборы. Вот, попробуй так. Удобно же и вкусно. Да что же ты так всего боишься? Как ребёнок, честное слово. Горячий душ – то, что нужно с дороги. Эээ, то есть с полёта. Активируем посадочный модуль. Вот сюда, на диванчик. Держи, я приготовил тебе чай. Да, горячий. Нужно немного подуть, чтобы остыл. Девушка явно чувствует себя не в своей тарелке. Всего боится. Что ж, придётся набраться терпения. И на каждом шагу проводить или к безпоземной жизни. Знакомство с телевизором тоже не проходит гладко. Что это за диковинная штука? Ой, святые космолёты. Что это было? Неведомый доселе предмет наводит на девушку ужас. Но что это? Как ни странно, соревнования по пинг-понгу её успокаивают. И вот она уже во власти экрана. Даже чересчур. Ведь ей кажется, что всё происходит прямо здесь, в комнате. И девушка пытается поучаствовать в игре. Только вместо ракетки с шариком она вооружилась сковородкой и куриным яйцом. Да, не самый удачный выбор. Эм, может, лучше яичницу сделаем? Но я же выиграла, попала по ракетке! Эй, сырые яйца лучше не есть. Тяжело, однако, жить с инопланетянкой. Совместный просмотр фильма должен как-то сгладить ситуацию. Фух, а здесь жарковато. Может, хоть пепси немного освежит? Тьфу ты, вот незадача. Нет, ничего противнее тёплой газировки. Ну и гадость. Оказывается, присутствие инопланетной цивилизации способно приносить пользу. Прикосновением руки девушка быстро остужает пепси. Ух ты, банка просто ледяная. Ничего себе, вот это фантастика. А теперь приготовим попкорн в микроволновке. Казалось бы, что в этом необычного. Но для внепланетной гости весь процесс выглядит как настоящее чудо. А может, вид СВЧ-печки напоминает ей корабль пришельцев? Вау, как такое возможно? Это физика, детка. Опыт с микроволновкой явно производит на девушку впечатление. Но она и сама способна на многое. Приготовить попкорн, используя силу рук. Ух ты, вот это действительно круто. Никакой разницы между пачками. И зачем вообще нужна эта микроволновка? А вот учебу никто не отменял. Хочешь, не хочешь, пришло время вывести прекрасную гостью в свет. Не оставлять же ее дома без присмотра. А что, когда ее оденешь по-человечески, никто и не догадается, что девушка не такая, как все. Хотя, вид у нее немножко потерянный. Ах, и тут придется быть на чеку. Ведь она сидит с таким видом, будто ее загипнотизировали. Преподаватель дает задание. Надо работать. Но куда там? Кажется, инопланетянка уставилась в затылок отличника с первой парты. Так можно и черную дыру взглядом просверлить. Эй, ты что зависла? Настраиваешь свой бортовой компьютер? База, база, ответьте. А, все ясно. Она подключилась к мозгу этого умника и копирует информацию. Класс. Где-то раньше была неземная женщина. Вот это синхронность. А что? Очень удобная опция. Главное периодически выводить ее из состояния космического ступора. Ну и доигралось руку тянуть. Теперь придется идти отвечать к доске. Дали в руки мел, а что с ним делать, непонятно. Что ж, придется выручать. Пиши им как ручкой. Эх, не понимает. Так, что это за сеанс сурдоперевода? Преподавателю явно надоедает нелепая заминка у доски. Кажется, сейчас происходит синхронизация с вселенским разумом. Все замерли. А на что еще и время останавливать умеет? Бинго! Задача решена. Преподаватель в недоумении, что это было? Инопланетная студентка становится признанным гением. Что ж, теперь можно познакомить девушку со своей компанией. Почему бы не взять ее на день рождения подруги? Опрасная инопланетная девушка надела такой откровенный наряд. Необычный вид ее животика привлекает всеобщее внимание. У тебя что, нет пупка? Странно. Ты что, с луны к нам свалилась? Ох, не доглядел за дресс-кодом. Хм, но кажется, никого это не смутило. И новая знакомая уже своя в земной тусовке. И кажется, уже успела придумать свое фирменное приветствие. Вовремя подоспела поддержка в лице друга. Можно оставить девушек наедине с их новой космической знакомой. О чем ему обычно сплетничают подружки? Ну, разумеется, о парнях. Сейчас они расскажут инопланетянке, с кем она связалась. Ох, это твой парень. Самый настоящий бабник. Ни одной юбки не пропустит. Ты бы держалась от него подальше? Но третий космический глаз не обманешь. Девушка чувствует, что ей попросту вешают на уши лапшу. Ну, держитесь, сплетницы. Сейчас вы узнаете, есть ли жизнь на Марсе. Замерли. А теперь космическая стыковка. Ох, как больно. Прощайся, дорогой. Мы уже уходим. Мы так мало знаем о внеземных цивилизациях. Может быть, пришельцы уже давно среди нас. Вот, к примеру, этот бездомный. Уличные бродяги вызывают жалость. Но иногда могут быть очень опасны. У этого субъекта явно недоброе намерение. И завидный навык останавливать время. Смотри, как ловко он обчистил этого парня. Однозначно, без искусства превращать человека в статую здесь не обошлось. Какой негодяй. Да он подпольный миллионер. Угадай, кого он пытается ограбить теперь? Конечно, нашу необычную парочку. Прости, дружане. Не в этот раз. С инопланетной гостьей твои трюки не работают. Похоже, бродяга и наша космогелл отлично друг друга понимают. Наверное, они с одной планеты. А может, даже сидели за одной марсианской партой. Как бы там ни было, они точно говорят на одном языке. Ситуация улажена, деньги спасены. И снится нам не рок от космодрома. Эх, кажется, у бродяги внезапный приступ ностальгии по дому. Даже с инопланетянкой можно чувствовать себя счастливым. Ведь ничто человеческое ей не чуждо. Это будет просто неземная любовь. Ну, может, чуточку необычная. А ты бы хотел встретить настоящего инопланетянина? И не кажется, что среди твоих друзей есть такие? Напиши ответ в комментарии. Ставь лайк, подписывайся на канал и звони в колокольчик. Не пропусти новые истории про инопланетных гостей на Трум Трум Селект.